Утвержденные поправки в Налоговый кодекс Азербайджана со стороны президента Ильхама Алиева предусматривают налоговые льготы для субъектов бизнеса в период пандемии COVID-19. Согласно поправкам, с 1 января текущего года сроком на один год полностью освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю, отели и прочие объекты туризма, деятельность турагентств, сфера общепита, автомобильные пассажироперевозки внутри страны, в том числе и деятельность такси, служба доставки, сфера организации выставок, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы, деятельность спортивно-оздоровительных объектов, образовательных курсов, внешкольных образовательных учреждений, а также психологических центров. Освобождение коснется и других сфер, чья деятельность была частично или полностью приостановлена в связи с введенными мерами карантина со стороны Кабинета министров. Поправки к налоговому корпусу имеют временный характер и они связаны непосредственно в связи с пандемией коронавируса для облегчения налоговой нагрузки для тех предприятий, которые вынуждены были, так скажем, остановить свою деятельность в марте, апреле в основном и частично мае. Как мы знаем, в это время наибольший ущерб идет гостиничному бизнесу, въезд в страну до 15 июня запрещен, поэтому наибольшее послабление идет в сфере туризма. Достаточно много налоговых послаблений для транспортной сферы, тоже связано, как мы знаем, с пандемией коронавируса и с тем, что дороги закрыты. И кроме этого, естественно, имеются льготы в отношении социального страхования, в отношении непосредственно выдачи налогов, связанные с послаблением по тем налоговым штрафам, которые были внесены. Все эти меры должны способствовать, чтобы данный сектор после восстановления, после так называемого постпандемического периода, смогли быстро восстановиться, наладить производство. Наряду с этим с 1 января текущего года сроком на 12 месяцев вводится ряд дополнительных льгот для налогоплательщиков. Микропредприятия освобождаются от уплаты начислений за 2019 год налогов на прибыль и имущество вплоть до 1 сентября этого года. Предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, в течение этого года полностью освобождаются от налога на землю и недвижимость. 75% полученной прибыли не будет облагаться налогом. Наряду с этим снижается арендная плата с 14 до 7% для налогоплательщиков, арендующих недвижимость у физических лиц. Эти льготы будут действовать в течение года. Для предпринимателей, работающих в сфере перевозок, упрощенную налоговую ставку сократят наполовину. Отмечается, что с 1 апреля текущего года до начала 2021 года отсрочено начисление процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному соцстрахованию, а также страхованию от безработицы. По подсчетам Министерства экономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 миллионов монатов, или 67 миллионов долларов. Поступление в Государственный нефтяной фонд Азербайджана от продажи прибыльной нефти с блока Азеричи Рак-Гюнешли и конденсата с месторождения Шах-Денис за период январь-май текущего года составил 2 миллиарда 106 миллионов долларов. По данным на официальной веб-странице фонда, средства, поступившие от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ за период с 2001 года по июнь этого года – 148 миллиардов 577 миллионов долларов. Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана от продажи конденсата с месторождения Шах-Денис за период с начала текущего года по июнь составляют 120 миллионов долларов. Доход фонда от продажи прибыльного газа с этого месторождения за отчетный период – 66 миллионов долларов. Напомним, что контракт на разработку месторождения Азеричи Рак и глубоководной части Гюнешли был подписан в сентябре 1994 года. В 2017 году участники соглашения о совместной разработке и долевом разделе добычи нефти с Азеричи Рак и Гюнешли решили продлить контракт до 2050 года. Стоимость нефти перешла к росту на мировых рынках. Цена одного барреля азербайджанской нефти Азерилайт выросла на 2,14 доллара или 5,6 процентов до 40 доллара 28 центов. Накануне на лондонской бирже стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе текущего года выросла на 1,3 процента и составила чуть более 40 долларов за баррель. WTI повысилась на 2,66 процента до 37 долларов и 57 центов за баррель. Основная причина здесь смягчения карантинных мер во всех государствах, соответственно, рост потребления нефти с одной стороны, с другой стороны. Не менее важной причиной является введение квот по ограничению добычи нефти со стороны стран, участниц инициативы ОТЭК-Плюс, в том числе Азербайджан, участниц в этой инициативе. Пока что эти меры крайние меры предусматривались на 2 месяца, то есть май и июнь месяцы. И начиная с июля намечалось смягчение, уменьшение квот ограничения добычи нефти. И сейчас есть вероятность, что в принципе эти жесткие квоты будут продлены. В принципе это тоже может быть. Может быть они будут смягчены, но рынок, так сказать, подвергно компенсирует это смягчение. Соответственно, нефти все равно может продолжить подниматься. Пока что это, так сказать, не совсем ясно. Будет зависеть также в том числе от развития пандемии, от развития тех мер, которые будут принимать страны. Между тем, Всемирный банк прогнозирует падение спроса на нет в текущем году на 9%. Об этом говорится в предварительно опубликованных главах доклада банка «Перспективы мировой экономики». По анализу специалистов банка, низкие цены на сырье отрицательно скажутся на финансовом положении стран-производителей нефти. Призывают эти страны к немедленной диверсификации экономик вне зависимости от цен на энергоресурсы и спрос на них. Вопрос в том, будет ли нефтенавод если проигрывать, скажем, возобновляемая энергетика в этих условиях. Есть разные сценарии. Некоторые считают, что сейчас большинство стран мира только усилят свои попытки переходить ускоренно к возобновляемым источникам энергии. Но может быть и наоборот. Все-таки дешевая нефть, относительно дешевый газ, дешевый уголь означает, что эти товары переигрывают возобновляемую энергетику. Поэтому я думаю, что если энергопереход ускорится где-нибудь в Европе из-за политических мотивов, то в других регионах мира из-за экономических мотивов, как раз наоборот, нефть, газ и уголь могут усилить свои позиции. Всемирный банк рекомендует государствам направить ресурсы на развитие программ здравоохранения и образования. По прогнозам банка, предстоящие пять лет развивающиеся и только формирующие свой рынок страны столкнутся с рецессией и финансовым кризисом. Потенциальный объем производства снизится на 8%. Самира Зайва, CBC Субтитры создавал DimaTorzok